В предыдущей передаче вы смотрели... Бог ничего не делает для человека без человека. Нет чудес даже внутри нас без нас самих. Чтобы Господь сделал чудо с Ильей. Для Ильи нужно было создать определенные условия. И потом, когда он пришел, он пришел дать наше мясо и вечером. И летела птица и принесла ему еды. Чтобы Господь благословил женщину и Сарепту. Нужно, чтобы она была в определенных условиях. Илья сказал, приготовь, дай мне. Она сказала, нет, это для меня. И говорит, дай Богу сначала. И когда Илья сказал ей, она послушалась. То мука и масло не иссякались. Вы знаете, не забывайте, что без видения нет обеспечения. Господь сделал из каждого человека своего рода настоящий кладезь неограниченных богатств. В форме какой-то идеи. Которые ожидают идеи, идеи, которые ожидают своей реализации. Чтобы принести всеобщее благо. И лу бону е генерационель. Это для генерации. То есть всеобщее благо, это благо, которое затронет не только вас, но и других людей. И возможно поколения, которые после вас пойдут. Вы находитесь в Восточной Европе. Здесь, в Восточной Европе, есть люди, которые изобрели определенный вид моторов. И они проявили определенное упорство. И, например, есть люди, которые из Восточной Европы придумали самолет. Я знаю одного из Европы, в Франции. Он называется Citroën, это ювец. И в качестве примера, я хочу еще привести. Я знакома с человеком, он живет во Франции. И, в Франции, Citroën, это ювец. И он основал компанию Citroën. И, кстати, это еврей, который основал эту компанию. И когда-то он был военным. И он был капралом. Он был капралом. У него две полосы. Это капрал. Это капрал. И так как он еврей, он ла мальтрате к нему плохо относились в армии. И он был перевозят. И поэтому он уволился. По-настоящему, за свою родину. То есть из-за того, что у него еврейские корни, его ненавидели. А с этой эпохи, он мальтратил большие евреи в Европе. В то время негативно относились к евреям в Европе. Вы знаете историю... Дрефюз, это еще один еврей, которому плохо относились. И когда он ушел из армии, он сказал, я изобрету двигатель. И он проявлял такое упорство. Он проявлял упорство. И он изобрел двигатель. Машину. И он назвал его своим именем. И он изобрел двигатель. И он на саму марку, то есть на логотип марки, там есть полосы. Когда-то были у него на погонах. И он изобрел двигатель. Это его галон, чтобы сказать человеку, что когда человек говорит, что человек делает такое, он может прийти. Даже если он был в армии. доказать всему человечеству, что когда Бог говорит что-то человеку, это произойдет. Когда Бог говорит, что это для тебя, это для вас, это для вас. И никто не может вас сбить. Вот немножко истории Ситроэн. Возлюбленные мои. Давайте будем каналом и благословением для нашей церкви, семьи и нашего общества. Вы, наверное, уже устали? Можно продолжать? Вы за нами следуете? Я не уверена, что это вам что-то дает. Я пастор. Вы элита, вы люди светские. Я даю, делюсь с вами мудростью Божьей, чтобы усилить вас в ваших предприятиях. Именно с этой целью я приехал. Чтобы вы были не просто людьми бизнеса, но чтобы вы были элитой. Чтобы из этой церкви выходили великие-великие люди, великие бизнесмены. Как в церкви Йонг-Ги-Шо есть великие люди, великие ученые, например, великие бизнесмены. Они сделали Samsung, они сделали многое. Это именно они создали Samsung и другие вещи. Это что-то невероятное. И Господь вас благословит. Господь вас благословит. Господь вас благословит. Господь вас благословит. Почему не? Вы также можете строить огромные бизнес-центры здесь. Это не представители иллюминатов, которые должны строить бизнес-церкви. Это церковь должна строить. Но нужно объединяться. Мы поговорим об этом потом. И Господь и зальет на это свое благословение. И церковь пойдет очень далеко. Миллия будут спасены. Вы верите в это? Четвертый указатель. Живите жизнь бизнесмена или бизнесвумен с призванием. Это нечто святое. Это нечто святое. Это выбор в Царстве Небесном. Вы верите, что, например, на небесах есть кухари? Это их призвание. Вы верите в это? На небесах, на самом деле, очень много деятельности. Например, ангелы, которые повара на небесах, приходили к Иллии, чтобы его кормить. И они пекли хлеб с медом и кормили Иллию. То есть, то, что ты делаешь, труд, работа, которую ты делаешь, это призвание. И нельзя уничижать это. Потому что у него есть божественное основание. Это Бог, который хочет, чтобы ты это делал. Призвание не зависит от вас или от того, что вы сделали. Вода в вас. А значит, оно не раздельно от вашей личности. Одним словом, оно внутреннее. Вы вышли с Ним из чьего матери. И прежде чем вы вышли из чьего матери, Господь уже определил ваше призвание. И как только вы верите и принимаете Иисуса Христа, Манифестация visible, который есть видимое проявление невидимого Бога. Ваше призвание во всех областях жизни находит истинный смысл. Вы действуете отныне во имя Божественного. Божественного блага, которое появилось в результате применения Божественной истины. Вы живете небесной жизнью. Итаннене уже здесь. История должна быть в вашем сердце. То есть, речь о том, что небеса должны быть в вашем сердце. Вы работаете, вы трудитесь для Бога. И когда мы пойдем на небеса, Там очень много деятельностей, больше, чем здесь на земле. И там, на небесах, мы не устаем. Там нет усталости. Есть служение, есть определенная деятельность. Единственная вещь, которую мы не делаем, и которую Бог делает, Это покрыть все наши нужды. Он все предусматривает для нас. Одежду, еду, все. Нету никакого существа, которое делает вместо Бога Вот эту вот функцию обеспечения. То есть, еда, вещи. Все, что касается нужды человека, все это сам лично Бог дает. Мы с вами, мы рождены, чтобы служить Богу. Мы живем, чтобы служить Богу. И на земле мы фактически учимся служить Богу. И поэтому призвание, которое у вас есть, Это призвание перейдет с земли на небеса. Люди думают, что на небесах мы будем только петь. Но, на самом деле, песни будут помогать нам поклоняться Богу. Но, например, бухгалтеры будут заниматься подсчетами. То есть, все, что на земле, Это как образ происходящего на небесах. Будут те, кто, например, что-то сажают. Это экстраординар. И на небесах. И это что-то невероятное. Например, когда ты работаешь на земле, Ты исполняешь призвание, которое Бог тебе дал. То есть, все, что ты делаешь на земле, Нужно, чтобы ты испытывал чувство радости. И нужно, чтобы ты понимал, Ты лично понимал, что это от Бога. Господь благословит твои предприятия. И поэтому нам необходимы определенные таланты, Чтобы исполнять это призвание. Чтобы мы были способными действовать. И никто никогда не сможет реализовать ваши призвания так, как вы. Поэтому вы заинтересованы в том, Чтобы раскрыть себе это призвание, Которое обогащает вашу жизнь. Есть люди, которые не знают, К чему они призваны, В чем смысл их жизни. На самом деле это ненормально. И если эти люди есть в церкви, Это ужасно. Нельзя, чтобы в церкви были просто зрители. Есть служение. Но также есть и дела. И если у тебя есть определенная деятельность, То это есть дело для Бога. И все это необходимо делать для распространения царства. Что вы думаете по поводу Ананья и Сафиры, Которые были умертвлены, От присутствия Духа Святого, За то, что они солгали. То есть это были люди, Которые не служили тем, Что они имели. И это ненормально иметь Таких же людей у себя в церкви. И это плохой пример. И мы видим, Как Господь быстренько Решил вопрос с этими людьми. Мы посмотрим дальше, Что на небесах нет эгоистов. Важно понимать, Что все, что мы делаем, Каких бы мы мероприятиях Не участвовали, Все это для распространения царства. Например, Предприятие моих сестер. Это для того, Чтобы распространять царство. И самый первый акционер, Это Бог. Вот почему, Когда есть проблемы, Господь будет действовать. Когда есть проблемы, Господь будет действовать. Лапотр Пьер, Он занимался бизнесом В сфере рыбалки. Когда Иисус был рассужден, Alors они думали, Что это было. И когда воскрес Иисус, Они думали, Что все, Все кончено. Они не considяли, Они не considяли, На présence du Seigneur. Они сказали, Иисус Христос, И они пошли рыбачить. И они сказали, Иисус Христос, Что мы вместе с тобой будем рыбачить. Они работали, Туда, Они не уходили, Они не уходили. Точнее, они не узнали, не распознали Христа, пошли рыбачить, и на протяжении всей ночи ничего не словили. Почему? Потому что они не распознали, что Иисус Христос был среди них. Они не поняли, что нужно для того, чтобы распространялось царство. И так как они не могли состояться, потому что они не понимали, для чего это. Они просто хотели делать то, что хотели делать. И таким образом, они начали рыбачить, но ничего не получили. И к утру, Иисус явил Себя. Иисус сказал, дети мои, у вас есть рыба, у вас есть что есть? Иисус Христос сказал, Петр. Иисус сказал, бросай, начни опять ловить рыбу. Иисус сказал, Господь, мы рыбачи, и ничего не было. Мы целую ночь рыбачили, ничего нет. И Господь Иисус говорит, я говорю тебе, бросай все эти. И Петр сказал, хорошо, но по твоему слову, несмотря на то, что мы ничего не словили, по твоему слову, я брошу все эти. И он бросил, и Библия говорит, что они не могли удерживать эти сети, потому что было очень много рыбы. Пусть все, что вы делаете, будет подчинено Слову Божьему. Потому что, когда это по слову, даже если дьявол атакует ваши дела, даже если дьявол атакует вашу семью, чтобы вас не беспоражить, но вы всегда будете в победе, будете благословлены, потому что это ваше предприятие основано на Слове. Не делайте что-то, как ваше личное дело. Иисус это первый акционер в вашем деле. Вот почему, когда вы получаете прибыль, вы даете десятину. Вы даете уфран. Вы делаете жертву. Потому что без жертвы нет благословения. Что такое десятина? Десятина это проклятие. Вы избавляете от молитвы. Когда вы даете десятину, вы освобождаетесь от проклятия. В ваши руки вы кладете в свои руки это проклятие. Вы даете Богу. И ваши руки restent libres, и Он берет благословение в ваши руки. И вы будете благословляетесь, благословляетесь и благословляетесь. Есть те, кто дает 90%, например, процентов. И Дюйя бене. Но Господь их очень обильно благословляет. Дюйя бене notre frère Колгай. Это был евангелик. Колгай. Например, основатель Колгайта. Он верующий. Дюйя бене Ле Турно. Ле Турно. Ле Турно. Это был другой человек. Турно, это тоже бизнесмен, довольно-таки известный. Ле Турно. Да. Дюйя бене tant de monde comme ça. То есть, из стольких Господь благословил. Дюйя бене вас благословит во имя Иисуса. Дюйя бене вас благословит. И вы дите quoi? И вы дите quoi? Скажите, вы согласны с этим? Или вы не согласны, чтобы Господь вас благословил? Афермисе votre vocation. Будьте тверды в своем призвании. Афермисе votre vocation. Будьте тверды в вашем призвании. Теперь мы будем смотреть на последний панель. Стоит готовы паять у вас благословит. Надо всегда паять у вас благословит. Итак, на сегодняшний момент, это последний указатель. Пятый. Будьте готовы заплатить цену. Стоит готовы заплатить цену. Будьте готовы заплатить цену. Написано. Написано. Мой frère. Regardez, comment sujet de joie complete les diverses épreuves, auxquelles vous pouvez être exposés. Il faut lire. Oui. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Пожалуйста. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. Аминь. Аминь. При управлении бизнесом, испытания не являются чем-то плохим. Но у нас есть школа, которая делает нас более эффективными и опытными. И среди вас уже есть люди, которые имеют определенный опыт, прошли свою школу. И у вас уже есть опыт, и вы прошли его испытания. И некоторые были на грани коллапса. Но пришлось проявить смелость. И Господь восстановил их дела. Почему так произошло? Потому что Господь знал, что этот человек оставался верным его царству. Люди бизнеса, христиане, должны понимать больше, чем те, кто в мире. Что сброса и упражнения в бизнесе будут полезны для развития и успеха в бизнесе. Важно понимать, что какая-то поломка или испытание в делах необходимы для развития и успеха. Я только что вам привел пример разбитого зеркала. Когда вы смотрите на себя в зеркале, вы себя одного увидите. Вы один, у вас нет опыта. И когда разбивается зеркало, вы видите, например, десять осколков. Вы видите себя в десяти осколках. Вас десять. И те испытания, которые вы проходите в своих делах, это своего рода школа от Бога, чтобы сделать вас еще более эффективными. Также притча о посеянном семени учит нас этому. В свете этого опыта можно сделать вывод, что те, кто добиваются успеха, узнали, сколько это будет им стоить. И узнали, сколько будет стоить превратить мечту в реальность. Потом они нашли способ, который им позволил достичь их цели. Мой фрей, самое важное, они не запомнили на сумму, которая необходима для достижения этих целей. Самое главное, эти люди не жалуются от того, что цена за успех слишком высока. И должны всегда поддерживать позитивный настрой. В своем бизнесе вы можете достичь в качестве успеха практически всего, чего пожелаете. При условии, что вы будете готовы заплатить необходимую цену. Вы столь раз являетесь победителем, сколько трудностей вам пришлось преодолеть, а не избежать. Это не количество трудностей, но это количество проблем, которые вы увеличили. Это не просто трудностей, с которыми вы сталкиваетесь. Они делают вас опытным человеком и делают вас эффективным. Но именно те трудности, которые вам удалось преодолеть, именно они делают вас эффективными в своем деле и эффективными в Царстве Божьем. И сегодня мы на этом остановимся. Это своего рода практические советы, чтобы состояться. И если вы состоитесь, это значит, что Господь добьется успеха здесь, на земле, через вас, своей миссией. У вас есть призвание. И это призвание от Бога. Это призвание для Его Царства. И это осуществляется через Церковь. Господь вас благословит. Господь благословит все ваши предприятия. И плод, который Он дает в ваши руки, это также будет источник благословений. И пусть благодать Божья и процветание будут в вашей жизни. В имя Иисуса Христа.